Друзья, всем привет! С вами Дэрио, как обычно. И мы начинаем стрим. Тема сегодня будет... Мы порисуем все-таки, как многие ждут. Просто приходя с работы, обычно вечером я залипаю в какой-нибудь игруле. Но сегодня есть энергия на строй. Достаточно нестандартные будут рисовашки. То есть из разряда билдинг концепт-арта. Я подготовил референсы, сейчас я их скачаю. Еще немножко отвлекемся на создание чайка. Помимо концепт-арта, надо создавать чаек. Лидаро, бро! Лиза, привет! Ну, я могу, кстати, дать фидбэк по Мстителям, без спойлеров, естественно. Как уважающий всех людей, я могу сказать, что первый фактор – фильм очень насыщенный. Знаете, во многих фильмах там, ну, вначале идет какая-то история, потом идет какой-то подход к итогу, и в итоге кульминация. Ну, как правило. И во всех фильмах Марвел, в принципе, такое было. И каждого персонажа раскрывают, но в Мстителях участвуют все персонажи, которых мы уже знаем. Их уже раскрыли. Ну, то есть, Железный Человек, там столько-то частей, Капитан Америка. То есть, вы знаете их. И в этом фильме их не надо раскрывать. Там экшон с самого начала, да такой, что, мать его, ну, просто сразу. Просто вот, как вы обычно там час-двадцать сидите и ждете, ждете, когда начнется. Ну, конечно, вы не скучаете, но ждете, когда начнется. Там начинается все с самых первых секунд фильма. Это я прям прифигел. Я вначале, у меня было постоянно ощущение, что, блин, как так? Ну, как-как, вот уже сразу, уже вся жара уже с самого начала. Вот. Это очень круто. Ну, фильм, фильм очень крутой. Я бы не поставил ему, конечно, как в составе девять с половиной. Я поставил бы восемь из десяти. Есть к чему придраться. Но фильм очень крутой. Я всем советую сходить на него. Но обязательно перед этим надо посмотреть Тора Рагнарёка. Потому что, по сути, это Мстители сразу продолжение после Тора Рагнарёка. Ну, вот. Полкат! Стрейндж Данжи, привет! Отлично. Сделали холст. Так, вырубим музяку. Пообщаемся с вами. Со всеми вами, кто не спит в это позднее время. И покажу вам референсы, которые я откопал. Значит, мы будем рисовать здание из стиля. Короче, есть Звёздные войны, да? Стар Ворс. И в самых первых Стар Ворсах там был Татуин. Помните? Где, собственно, Энакина и забрали. Там, где были гонки. Вот. Мне надо нарисовать здание из Татуина. Это официальная локация из Баттлфронта. Ну, много прикольной фигни, которую я насобирал. Так, а что ты не листаешься? А, я же с конца начал ловить. Вот. Рисовать я буду что-то типа в таком ракурсе. Вот как здесь, в игрушке. Вот. Ну, потому что концепт для игры, естественно. Не для фильма. Вот. Это офигенный концепт-арт из Баттлфронта. Очень крутая стилистика. Я не знаю, кайфанул. Реально кайфанул, когда увидел это. А вот это просто вообще. Как круто. Но очень классно. Очень. И я попробую в такой же стилистике как-то помазаться. Ну, то есть вот кисточками какую-то текстурку сделать. Ну, чтобы просто было приятно. Помимо концепт-арта хочется немножко. Знаете, у каждого души живет художник. И хочется немножко помазюкать. Вот. Ну, я собрал различные референсы. Потому что, по сути, это архитектура. Ну, это просто классная картинка. Вот. Но, в основном, это архитектура. и ее надо, соответственно, изучить. Конечно, единственный промах в моей библиотеке на данный момент референсов только именно здание напрямую из татуины. То есть, по сути, мы можем в Google еще залезть и бить, не знаю, турецкие песчаные дома. Ну, просто, просто сходу так, я не знаю, песчаные. Вот какие-то примеры. То есть, в идеале, конечно, надо не только прямые игровые какие-то моменты делать. Ну, давайте сохраним. Так. Давайте сохраним и это, добро, так сказать. А что, если просто песчаные дома бить? Как, а, я понял. Джеймс, я даром. Даром, даром. Вот что-то есть, да? Наша задача – условить какие-то, ну, любой концепт-арт, он должен быть основан на реальных вещах, иначе вы просто не поверите. Ну, ваш мозг, он автоматически не будет верить. Здесь… А, ну, вот чистый татуин, кстати, вот, по-моему, здесь снимали. Ну, это реальный город, но снималось что-то в этом роде. Однозначно. Вот такие какие-то там были здания. Прям в части скалы как-то выточены. Ну, так, минимально пробежимся. В принципе, референс базу я собрал. Сильно заморачиваться не надо. Это я в данном случае просто демонстрирую именно, помимо прямых референсов, откуда можно зайти. Ну, важно понимать, чего вы хотите, да, как это работает. Ну, вот, ну, вот, в принципе, прям офигенный пример. Да. А, исламские… Давайте еще бьем вот это замечательное название. А, написал на русском. Предлагает. Давайте еще раз напишем. Исламская архитектура. А если песок добавить? На основе мой совет, если вы будете гуглить, не находите, попробуйте на разных языках. Это очень классный чип. Офигенно работает. Ну, пожалуй, наверное, будет и все. Ну, как бы, приходим к делу. Ну, как по референсам, конечно, можно повозиться, что-то поискать, но, в принципе, как таковой необходимости на данном этапе я не вижу. У нас всего хватает. К тому же мы будем сейчас пилить только одно здание для старта. Если пойдет, если прокнет, пойдем дальше. Вот. Ну, короче, вот у нас есть такая база референсов. Что мы делаем? Первым делом запускаем пюреф. Вот он. И все домики прям у него. Он нам красиво все компонует. Я убираю его. Естественно, у меня на втором мониторе. Ровно где и ваш чат, друзья. Вот. Единственное, что чат я сейчас сдвину правее, а пюреф, ну, то есть у меня чат ближе к краю монитора, ко мне именно. Потому что, ну, чат очень важен. Но в данном случае мне нужно смотреть на картинке, поэтому чат я подвину подальше. Обновляется он не так часто. Не будем себе льстить. Вот. Ну, естественно, некоторые файлы, текстуры я закину сюда, чтобы использовать. Начнем мы с лайма. Начнем мы с лайма. Так. Так. Стас. Блин, ты умеешь что-нибудь создать ситуацию? Я, во-первых, не ожидал тебя здесь увидеть. Друзья, сейчас тядя мой очень хороший друг. Вот. При этом Art Direct. Очень крутой художник. Просто так вот сходу. Что за здание? Значит, здание. Что за... Здание в концепт-арт в стиле города Татуин из Звездных Войнов или вот есть концепты Татуина из Баттлфронта. Я не скажу, что мы придумаем что-то новое. Мы просто скомпонуем здание для игры как вот из вот этой стилистики, да. Вот какое-то куполообразное. Все такое цилиндрическое, как вы видите, да. И какие-то штыри технологические. Ну, при этом всякие тряпки развешанные, какие-то жарящиеся, какие-то непонятные ящерицы и сай-файные двери среди песчаных домов. Вот. Что-то вот в таком ключе. Домики закинули. Ну, я же говорю, у меня вот PureRef, да, это программа такая. Вот она. PureRef. Вот. Вот видите, здесь вот написано PureRef. И ее фишка в том, что она очень хорошо подкасасывает изображение, не тормозит они при этом. И при этом есть вот такой дабл-клик увеличение. и дабл-клик уменьшение. То есть, по сути, допустим, вы работаете, вот у вас есть из бета-библиотека, вы работаете, и вам надо, вот, вы видите сразу всю библиотеку, и такой, а, мне надо изображение. Увеличили. Ага, так, мне не надо. Все, все. И как бы вот, ну, она очень удобная. А не я узнал с курса Марка Колобаева, когда был на нем. Вот. А, да, Стас. Ну, для практики. Сходил на Мстители. Вот. Фильм реально прикольный. Очень прикольный фильм. Так. Сейчас еще отвлекусь на чайку немножко. Что-то очень хочется чайку. Я просто только приехал, я быстро перекусил, и типа, ох, и сразу такой стримчик запустил. Резкий такой стримчик. А, ну, еще при рефе удобно, что... Удобно то, что все вот таскается прям в комфорте. Прям вообще закатили там, что-то отодвинули. Единственное, что он подкидывает изображение оригинального размера. То есть, если, допустим, вот это изображение больше этого, вы не сделаете его больше. То есть, ну, вот иногда мне не хватает, чтобы он, ну, допустим, все изображения выстроил красиво, вот как вот сейчас вот эти вот изображения красиво стоят вот в ряд. Видите, они все такие одного размера. А потом появляются вот такие маленькие, вот такие писюночки. Вот. Ну, мне, ну, немножко не нравится, только вот один момент. И эта программа была бы идеальна просто, идеальна. Фэнтези покусала. Фэнтези? А вот фэнтези покусала. Это в каком ключе? Покусала, что имеется в виду? Рассказывай, рассказывай. Я могу еще ее поставить. А, я здесь рядом, так что-то на связи. Своил себе по-быстрому пельмень. Своил себе по-быстрому пельмень. А, вдохновила. Просто интересно, что именно была за картина. Ну, какой именно фэнтези? Кстати, посмотрел Бэтмена, японского этого, да? Ну, там, где Бэтмен-самурай. Блин, круто. Пару лет к нему ничего не чувствовал. Класс. Ну, чайник закипает. Так, где 80 кадров. Так, где 80 кадров. И... Собочка. Настя, чай – это уже целая культура. Иногда даже не обязательно его пить. Просто ты психологически должен знать, что возле тебя стоит кружка с чайком. Ну, это прям обязательно. Давай рейд-пакета. Ладно, давайте возьмемся за дело. А то была более 3-го раст. Сразу закину референсов, которые, ну, мне, на мой взгляд, особенно актуальны. Зачастую, помимо того, что я резаю пиуреф, у меня есть такая олдскульная привычка это обкладываться, ну, настоящими референсами. Вот. Ну, как-то вот люблю, что они рядом под рукой. Можно всегда пипеткой цвет взять. Ну, так как я наркоман, я их аккуратно вырезаю. На что тратится драгоценное время. Ну, мне так комфортнее работать. Ничего не могу с собой поделать. Ну, вот здесь прикольный ритм. Вообще, что я смотрел на курсах, как бы, архитектура – это основа концепта арта. Ну, по сути, нет концепта арта, где не было бы зданий. Ну, понятно, если это не концепт арт персонажей. Если вы работаете с инвароментами, ну, неизбежно будет архитектура. Поэтому, ну, с ней надо дружить, с ней надо работать, практиковаться. Вот. Здесь очень прикольный ритм наслоения. Вот эти вот крыши. Еще крыши, на крыше двери. И вот дальше, дальше. Вот. Это прикольно очень. Леонор, привет. Для тренировки. Дальше мне нравятся вот эти вот вазы. Естественно, мне нужны только они. Вот так что. Все. Это именно то, что я хочу, чтобы было под рукой. Прямо прям. Прямо. Ага, щупище. Да, это она. А, вот этот ритм хороший. Ну, надо понимать, что ну, архитектура это в основе-то геометрические формы. Ну, и видите, вот в чате есть Art Healthian. Вот. Этот человек меня один раз научил одной офигенной штуке. Значит, мне нужно было нарисовать концепт арт локации. И надо было накидать разные варианты. Ну, естественно, когда приходишь на работу, надо показать себя, и ты как-то так, ну, напрягаешься, стараешься. Ну, если там что-то не получается, ты начинаешь очень сильно волноваться. Вот. Ну, это неизбежно. Это у любых людей, любой человек хочет, ну, как-то нормально выступить. Вот. Ну, и я начал делать эти локации. Сохраним. так, татуин. Ну, вот. И я, получается, ну, сел и начал прям прям так врисовывать там. Знаете, там не рисуешь там просто машину, да, а там типа так вот грузовик, да, там у него там колеса, там здесь прицеп, там завернут, да, там. И ты такой так, думаешь, так, у этого грузовика должна быть гидравлическая подушка, там, да, часть колеса должна отвалиться, там, здесь какая-то часть разбита. И ты такой рисуешь, но сама соль в том, что вот эти детали, они отвлекают просто пипец. Особенно, если там еще тени начнешь делать какие-то, да, там объем, объем выдавать. Вот. И я, собственно говоря, вот так рисовал, рисовал, искал какую-то в концепт-арте очень важная идея, а я как бы занимался левой фигней, то есть как бы какими-то деталями, которые, по сути, мешали этой работе. Вот. И вот этот товарищ Арт Хелсион подошел, увидел, говорит, слушай, вот, вот, вижу, вижу, ты заморачиваешься. Вот прям, прям вижу. Говорит, слушай, вот я тебе советую поискать идею другим путем. Возьми вообще большую кому-нибудь кисть и забудь вообще про объекты, про их детали. Прям вот, допустим, мы берем вот эту кисть. Говорит, забудь про их детали. Допустим, если надо нарисовать машину, то вот машина, вот это пятно, это машина. Ну, просто для тебя. Тебе не надо никому что объяснять. Вот. Ну, допустим, вот, дорога, вот едет машина. Какая-то длинная, какая-то вот поломанная, здесь вот свисает. Какая-то вообще здесь почти развалилась. Но вот это машина. Вот они едут. Вот это дом. То есть думай просто над архитектурой локации и не забудь про детали. И я вам скажу, мне это так помогло, просто нереально. Я этот урок просто вот у меня в голове запекся, как текстура и сидит. Реально офигенная вещь. Прям, это прям совет на миллион вам всем. Рикошетом от Стаса, который сейчас в чате. Вот. Думайте над идеей в первую очередь. А потом, когда вы уже накидаете, допустим, много идей, ну, допустим, одну, вторую, третью, у вас уйдет на это реально не час, а минут 5-10 на такой блокинг. Ну, вот я вижу, допустим, какие-то здания, либо колонны, какой-то мост, машины, и вот сзади что-то происходит. Все, я зафиксировал идеи в голове, я посмотрел и дальше накидал. Накидал, накидал и посмотрел, что из этого реально прикольно. Потому что, допустим, одна из десяти точно будет прикольной. Вот. Но ваш мозг учится именно генерировать идеи. Вот. И потом, когда вы уже нашли и вам нравится ваша идея, вы можете взять и так, значит, это у меня грузовик. Здесь у него будет вот такая вот коробочка, еще коробочка. Он будет летать на какой-нибудь синий, на какой-то подушке. Ну, вы понимаете, да? Потом, когда вы уже определитесь со всей идеей и вам будет нравиться масса, композиция, все, вы можете удариться в детальки и начать отрисовывать какую-то архитектуру, какие-то детали и уже здесь продумывать какие-то элементы. Не знаю. Все, что ваша душа вам подскажет. Вот. Вот такая вот вам, вот такой лайфхак очень крутой, нереально крутой. Это, это я вам скажу, друзья, топ, потому что очень часто мысли, страх либо еще какие-то аспекты в принципе мешают вам креативно мыслить. И это будет постоянно. Даже зная этот ответ, я делаю эту ошибку. То есть, ну, это какая-то неизбежная фигня, это постоянно по кругу, но просто главное это знать и в один момент говорить, блин, чувак, оп, ты не туда свернул. Давай назад, расслабься. Вот. и думать над идеей. Я бы показал те рисунки, на которых я именно локации скетчил, показал именно какие были выбраны, что я наскетчил, но в рамках проекта я не имею права, так что простите. Вот. Ну, вернемся к нашим тараканам. Естественно, у меня справа в PUREF открытые референсы, которые я вам показывал, и я сейчас двигаю их. Давайте так, я когда на ком-то зафиксируюсь, я, наверное, вам покажу, что я имел в виду. Хорошо, можно в 3D это все клепать. Ну, как мне кажется. Ну, не все, но во многом. Ну, смотрите, первое правило какое? Не загоняться над формой, а работать с дизайном. Это первое правило. Перезапустили, Стас. Я сейчас снова на нем. Нет, графика будет другая. Ну, суть та же, но графика другая немножко. То есть, если раньше, было сайфай плюс овервоч, что сейчас только сайфай овервоч убрал. и так. Попробуем чай. О, прощение, это офигенная тема. Ну, то есть, допустим, вот в данном здании, какое решение данной техники вижу я здесь. Ну, вот, просто. Вариант 1 и вариант 2. Вариант 1 вы берете и начинаете с блокинга. к примеру, к примеру, просто рисуем квадрат. Ну, это блок номер 1. И рядом с ним вот еще один блок. и, наверное, вот еще такой блок. Короче, просто общие геометрические формы. Купол как-то не очень вяжется. Может быть, даже имеет смысл вот так обрезать. Ну, это первый вариант, опять же. просто начать с блоков. Можно сразу стирать то, что не видно за блоками. То есть, как в 3D представляется блокинг. Ну, и потом, если вам уже понравилась общая форма, начать ее дорабатывать какими-то элементами, уже детали дорисовывать с окнами, да, это какая-нибудь шторка, здесь типа дверь. Здесь можно сделать как навес, ну, с тряпочкой, да, такой. можно сделать частью здания, да. И причем здесь окно такое, которое большое, и там всякие баночки лежат. Прям, ну, как будто продавцовая лавка, что ли. Ну, а здесь на крыше, естественно, она должна функционировать, то есть здесь какие-то там зонты, грубо говоря, там, зонт, леса. Дыхающая зона. Ну, это опять же, я просто описываю варианты первой, и вариант второй, это силуэт. Мне, кстати, вот почему-то лучше мыслиться в этом варианте, в силуэте. Не знаю, как-то, иногда лайн, нет, лайн я люблю, и я иногда люблю там контролировать силуэт, но почему-то именно силуэтом я как-то ощущаю себя свободным. То есть пойдем по тому же пути, с тем же зданием, да, но принцип тот же, да, опять же, назовем ее теорией Стаса, да, по теории Стаса, точнее, по технике, которую рекомендовал Стас, двигаемся вперед, то есть не думаем над деталями, просто ищем силуэт и форму, не вдаваясь в какие-то подробности. Опять же, я обычно начинаю с какой-то там мягкой кисти, точнее, не очень темной, чтобы потом можно было темные детали какие-то добавить. Опять же, вы можете концепт рисовать не обязательно вот в таком ракурсе, ну, потому что такой ракурс, смотрите, еще такой момент, такой ракурс может быть дико неудобно, ну, то есть мыслить вот в изометрии, ну, и без практики реально некомфортно. Поэтому иногда лучше мыслить плоско, то есть вид как-то в профиль, фаз, не важно, в архитектуре что профиль, что фаз. Вот, то есть мыслить здание сбоку. Вот, и, но представлять, что вы делаете, то есть представлять, что вы видите, грубо говоря. не без терки, конечно, силуэт всегда, то есть желательно брать какую-то текстурную кисть, которая создает вот такой рандом, вот какой-то такой вот рандом, и она вам будет помогать иногда словить какие-то моменты. И она опять же создает какие-то светлые пятна, темные пятна, которые тоже помогают. Мое. в принципе достаточно банальная архитектура в данном случае учитывая базовую основу татуина но имеет место быть ну естественно если у нас здесь такая штука здесь должна быть какая-то компенсирующая ну и короче грубо говоря я здесь вижу вот такое здание блок давайте на камеру до перспективку немножко зададим он так будет приятнее смотреть ох уж это текстурная кисть иногда так блок из него выходят вот такие две арки привет ты значит вот вот эти вот это это эти две арки которые я вижу вот и сверху у нас есть купол только наверно надо как-то по массиву не развести . повыше значит этот купол потом сзади у нас там есть колонна с мини купола типа ля ташмахал вот потом колонна у нас есть вот здесь на переднем плане стоит то есть опять же может это быть не колонна может быть это будет какая-то сайфайная радиовышка с какими-то напаянными всякими металлическими бодягами вот ну а здесь я думал мы программировали все что я читаю по этому силуэту это тоже еще одна такая арка но можно нет можно прямое здание сделать типа как амбар то есть здесь какие-то бочки какая-то фигня может быть как это привязанное животное не забывайте это звездной войны чем более уродский силуэт непонятный тем лучше хотят на услика похоже но если это будет похоже на какой-то кракозябру это даже лучше потому что это звездная война у них это вообще можно отсюда высотка еще здесь окна ну а здесь естественно дверь 1 может быть даже ребро это срезать срезаны ребра ну потому что много круглых форм топорная немножко топорные углы вот эти они спорят ну и вот эти окна которые я пометил можно еще дальше пойти ну это опять же таки я просто рассказываю что я увидел из этого силуэтта можно пойти под другим углом что вот но это из поиска ну теперь приступим за работу сейчас немножко шоколада шоколада в данном случае у нас баунти пока рассматриваю референсы которые закинул перья 28 и все Ну что, заработал. Можно, кстати, использовать SketchUp как вспомогательный, как помощника, что ли, для базового блогинга. SketchUp, он хороший, он очень прост, дико прост. Давай, грузись уже, ребят. Так, что, достаточно, дейтед, не, игнорю. Вот, SketchUp, он очень прост. Особенно для блогинга, ну, какого-то базового такого. Именно кубики, там, чего угодно. Очень просто. Более того, всегда можно включить линии, вот так. Ну и получить нужную перспективу, сразу ракурс, не загоняться. А, я сделал немножечко неправильно. Неправильно, поэтому. Угу. 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 Всё, фигня, Кристина, да? Поговай. Ток, где стучит, не могу понять. Поговай. 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 Не лучше этого получилось как блокинг опять-же, как перспектива, как как line как по мне работает полный но это опять же из вариантов друзья моем случае я буду просто накидывать но опять же работать над идеей в первую очередь поэтому визуально может выглядеть говена вас привет точнее хасл бро к ты не поменяешь везде нормально поставишь как я тебя сразу приветствую строка да а 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 Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 это уже нормально и и и и и и Продолжение следует... 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 Сделал здесь тряпки натянутые сверху на крыше и решил в итоге, что это немножко неправильно, потому что я, по сути... Я сейчас даже шуганулся Я реально сейчас шуганулся И все, текста нет? Сейчас секунду, когда начинает И я сейчас просто шуганулся Онеган, спасибо тебе большое за твои 50 рублей без подписки Спасибо большое И это меня просто напугало Ну, как бы на стриме не сильно было заметно Но внутри я, блин, труханул нормально Что-то резко в ушах такое Да, блин! Поставил звонок, чтобы сам себя пугать Точнее, не звонок, а мелодию Короче, мне кажется, какие-то штуки Эти должны быть повыше Металлический каркас Среди песчаных этих всех штук Вот И, ну, в принципе, тряпки могут быть и внизу натянуты Просто вот эти штуки высокие Либо они могут быть затянуты тряпками вдоль Вот Либо натянуты еще сверху Допускаем Ну Наверное, вот такой вот исход Получше Сделаем я кисточку Опять же Я ищу В первую очередь Идею То К чему я потом приду Ну, когда мне понравится Я потом вернусь К чему приду Когда мне понравится Я зацеплюсь Либо вернусь к чему-то старому Вижу в этом потенциал Как можно доработать Ну, сейчас через себя Надо прогнать Архитектуру Просто прогонять Одну форму Вторую Третью Конечно, это лучше делать Выходной день Когда у вас впереди много времени Ну, так, чтобы вот Когда вы уже разгоритесь Чтобы Вам не надо было уже здесь спать И вы успели что-то сделать Вот Но Я, кстати, плохо поспал эту ночь Сейчас бы пораньше лечь Но, как получится Че поделать Че уже Надо же что-то сделать Ну, мне здесь конкретно нравится Элемент Вот этих вот щипов И Такого Можно даже купол было бы попробовать Под Под эту штуку Какое-то Возможно Ну, что-то такое злое Или техническое Такое прикольное Что там есть Двигаемся дальше Двигаемся дальше Двигаемся дальше Еще прикольно работает такая прямоугольная кисть Потому что она Сама по себе уже Как-то задает какую-то архитектуру Просто вот Сходу Потому что она Прямоугольная Архитектура зачастую прямоугольная И Иногда удобно ее издать Блин, меня в сотклоне Просто жесть Так Чувствую, будем завтра продолжать Наши татуинские здания Так Степы Отлично Я Наши татуинские здания Продолжение следует... Стас, ты еще тут? Я уже думал, ты ушел. Блин, ну я просто что-то как-то не выспался. Надо поспать, если честно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще как вариант технический, опять же. Можно сделать вот такие вот всякие формы и их двигать. Делать квадратичные, попытаться сопоставлять вместе как-то. Ну это из технических решений, так сказать. Субтитры сделал DimaTorzok Далее. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, грубо говоря, я попробовал что-то из коробки, я попробовал что-то из такого цилиндра, сходящегося к центру. Сейчас я попробовал, ну сделал купол и попробовал модульный пробежал сюда, там какую-то колонну, что-то подвигал. Вот, то есть, опять же, это все равно, ну то есть, из моего опыта, опять же, это разогрев. То есть, гораздо лучше концепты будут выходить потом, не сразу, не сходу, надо обязательно... Если вы воплете в Google дизайн слова... Сейчас, пишу дизайн... Не дизайн, а креатив, да, креатив... Идея... Что за слово там? Блин, ну что-то из концептов... Или дизайн-процесс... Вот, дизайн-процесс, точно. Если вбить в Google дизайн-процесс, то здесь есть вот такой круговорот. Это, в принципе, принцип дизайна любого вообще. Это как бы колесо мироздания, не знаю... Игдрасиль дизайна... Короче, шаг первый – обнаружить проблему. Второй – собрать информацию. Третий – брейншторм и анализирование. Это то, что я вот сейчас делал. Потом... Организация, то есть, поиск идей, собирание именно идей воедино. Потом фидбэк – это когда ты показываешь свои идеи и тебе дают ответ. Потом подтверждение твоего дизайна. И потом опять. То есть, дизайн – это постоянная итерация, это, ну, многие работодатели, которые не шарят, вот почему хорошо, когда на проекте есть арт-директор или арт-лит, который понимает этот процесс. И когда к нему приходит дядя сверху, который денежки на все дает, и не понимает, как это работает, типа, говорит, ну, че, че, где? Уже должны были сделать. Вот. То есть, ну, дизайн – это не креатив вообще, в принципе. Это не стопроцентная гарантия, где ты сядешь и сразу найдешь идею. Это именно вот такой вот круг один, может быть, два, может быть, вы сразу словите, может быть, со второго круга. Но дизайн – это постоянный поиск. Вот. И из своего опыта я знаю, что вот такие штуки, которые я сделал, для меня покажутся полными скучными, полностью скучными, когда я пройду хотя бы два круга, и тогда уже мозг начнет нормально работать, и я это прям почувствую. Вот. И тогда все будет симпатично. Я стану довольным. Поэтому я, в принципе, сейчас это чисто фаршик. Тоже уже лег, сделал скетч и откинул до завтра. Ну, все, вот завтра за работу берем все просто основательно. Все, друзья, всем доброй ночи. Спасибо всем, кто был. Опять же, вам доброй ночи, чтобы она хорошо прошла, вы хорошо поспали. И завтра у нас будет и продуктивный день, и продуктивный вечер. Завтра, естественно, я не еду в кино, поэтому стрим начну раньше. Рисовать начнем раньше, и завтра уже будут хорошие идеи. А не такая ерунда какая-то. Не, ну здесь как бы какой-то потенциал есть, но он такой сырой. Вот. А здесь мне нравятся только эти шипы. То есть, как они работают. Я их, скорее всего, дальше как-то прикольно завязываю. А здесь ничего не нравится. Вот. Ну, все. Всем пока. Доброй ночи. Не надо. Немного.